всем привет друзья итак мы продолжаем играть в стелларис я тут заметил у нас мир наступил и я тут заметил вот такую штуку это у нас void облака короче возникают такие штуки периодически в галактике я не знаю что не из себя представляет но сейчас мы попытаемся убить одну такую штуку и изучить проверим что что будет так наш флот уже вылетел вот он наш флот какой он огромный просто жесть просто жесть да в этой серии мы будем готовиться к следующей войне и я думаю что мы будем воевать против кроллов следующий раз нужно лишить вот этих вот ребят нейтракси старт союзников вот и тогда мы еще и их потом сожрем в комментариях спрашивали будут буду я геноцизить или нет но не знаю пока что не буду это уже где-то под конец игры будем решать вот если мне покажется мало территории ну я же за роботов играю а их главная директива это распространение галактики увеличения баз данных своих для того чтобы вмещать больше знаний а для этого нужно больше места так что все возможно все возможно возможно мы будем геноцидить но уже потом коварно предадим всех всех наших союзников но пока что мы будем ими пользоваться следующий враг кролл киндом потом юнифайд нитракси старт и пока не знаю куда дальше пойдем посмотрим вот эти ребята мы я надеюсь уже начали интегрировать нашу империю что-то не припомню а мне нужно его освободить наверное прежде чем подданные типа протекторат не могут быть интегрированы а мне нужно его освободить наверно прежде чем я смогу его интегрировать но давайте проверим если освобожу и смогу интегрировать то окей если нет то мы сейчас объявим войну этим ребятам и быстренько их завоюем да давайте освободить подданного пробуем так предложить статус ассоциации предложить статус протектората потребовать дань предложить договор о миграции объявить войну так я чуть не понял я я вдруг перестал видеть самое предложить объединиться там короче возвращаем их обратно получается блин отпустил и обратно мы можем предложить защиту другой империи в обмен на некоторое влияние в их внутренних делах протекторы протектораты не могут быть интегрированы их независимость гарантируется их сюзереном исследование технологии известных садисю зелену для них снижено на 80 процентов они становятся вассалами когда их технологический уровень достигнет 40 процентов от уровня сюзерена а вот только тогда они станут вассалами а вот вассалов уже можно интегрировать подтвердить доберем обратно я что-то попутал вернули ребят и они еще счастливее стали смотрите мы их отпустили обратно взяли круто ну ладно им нужно достичь определенного технологического уровня и тогда они и тогда мы сможем их интегрировать так квалнодар конгломерат хочет нам что-то подарить ежемесячно 9 минералов спасибо за ваш дар квалнодар и вы где а это это ребята которых мы завоевали прошлой серии так давайте-ка отпустим на обычной скорости пока пусть идет так интересно какая мощь флота нужно чтобы победить левиафана интересно ну-ка не написано где сколько у него хп и какой у него урон тоже не написано военная мощь черепок забавно ну я пожалуй наберусь побольше сил прежде прежде чем мы будем их убивать так и давайте-ка заказывать так у нас одна лишняя планета давайте-ка разберемся с этим делом в этой серии мы будем заниматься опять же самым скучным что может быть в этой игре строительство развитие вот так что это на любителя друзья на любителя окей минералов у нас дохренища вот энергии нихера не дохренища 51 только плюс идет так что будем продолжать развивать развивать нашу энергетическую безопасность по максимуму а вот здесь бы построить добывающую станцию вот этих вот этой вот фигни правда не знаю для чего ее использовать я так далеко еще не заходил никогда давайте посадим все так что вы там еще добываете как то вы не очень счастливы ребята счастье плюс 10 пропагандистское вещание врубаем пусть будут радоваться жизни так и сразу включим их в сектор какой-нибудь вот блин не вижу как этот сектор называется вот ревак ревак еще мы сектор создали у нас сейчас три сектора получается да ладно у нас вот здесь большие проблемы в гузоре каком-то ну-ка управление этим сектором сейчас мы его будем расширять так давайте ка еще и эту планету тогда добавим уже так отличненько отличненько мы атаковали наконец-то кого я случайно напал на эту хрень я щас весь флотца потеряю наверное двадцать семь дней нужно ждать вот это жопа давай же давай же давай же давай же давай же это капут это капут 3 2 1 один ноль ушли фу сколько я потерял ну немного вроде бы потерял немного ну еще в два раза усилить флота я уже смогу победить как я понял вот этого вот червячка который там ползал наверное тоже какой-нибудь какой-нибудь левиафан я уже не помню кто это я помню что я как бы уже залетал туда вот что это за червь без понятия ладно 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 но как я судой полетел это вообще жесть так короче заказываем колониальные корабли коллективисты фанаты материалисты что ну как сразу по два сливаем лавандос на улучшение всех наших а подожди секунду а чё это я я добавил сектор эту планету вроде как добавлял шестой уровень пока недоступен так отличненько отличненько сейчас нужно захватить вот здесь планеточку думаю зажать этих ребят отсюда мы будем вести свое основное наступление потом на тракси старс или возможно даже здесь в клинице отсюда мы сможем и на кроллов напасти юнифайд нитракси старсов посмотрим коры сейчас так чистим так отличненько пришло пришла очередь вашей империи присоединиться ой председательствовать федерации круто так мы нашли наших ребят пусть они лечатся где вы хорошо пусть лечатся продолжим кстати дозаказывать флот нам доступны крейсеры я не помню я уже да уже самое настроился так отличненько сейчас починим наши корабли и убьем все таки этих ребят эту void void cloud хотя чё его чинить там слабенькая смотрим чтобы на маршруте не было никаких проблем все норм то еще какой-нибудь какой-нибудь левиафан попадется ну Так, ладненько. Надо подкопить бабла, а то я все потратил. Давайте ускоримся в два раза. И строители, конечно же, нужно этому сектору немножко кредитов, энергокредитов добавить. Будем строить сейчас добывающие станции. Вот здесь, например. Не понял. Что-то прикол какой-то. Нельзя построить эту станцию. А, уже кто-то строит. Да, кто-то за меня все это дело решает. Походу, когда передаешь бразды правления сектору, они сами начинают все отстраивать. И это круто. Так, я уже высказывал эту мысль, но не был уверен. Вот теперь уверен. Корабль Сабанит 089 вошел в систему Танафир. И его экипаж сообщает о том, что по орбите вокруг здешней звезды действительно движется крупный объект. Во многом подобный светилищу невыразимого. Так, ну что там с нашим флотом сделано? Летит. Надеюсь, успеем. А это что за черти? А, гражданские. Гражданские маленько отвлекают. Смотрите, они тут повсюду. Но они добавляют атмосферы, поэтому я пока что не буду их выключать. С гражданскими веселее. Колониальный корабль скоро там нет. Да, кстати, нужно в нашу армию объединить. Единое целое. У нас под контролем, кстати, федеральный флот. Давайте-ка мы на него тоже сбор поставим. И сейчас дозакажем парочку федеральных кораблей. Усилим, так сказать. Пусть наши ребята нам лучше помогают в будущем. В войне. И корабли тоже можно, кстати, улучшать. Надо этим заняться. Или нет, нельзя, наверное. Не вижу. Не вижу. Ладно. Ну, просто дозакажем тогда. Чего-нибудь. Федеральный крейсер. Правда, дороговато, блин, будет стоить. 841, да? Не-не-не, спасибо. Не хочу я столько бабла тратить на федеральные корабли. Зачем? Так, по приколу хотел. Но слишком дорого. Еще здесь у нас следование какое-то надо, не знаю. Черная дыра и звезда в одной системе. Это грозит чем-то нехорошим. Что происходит? Система SCAT полностью изучена. Круто. Как минимум, одна враждебная флотилия находится в той же системе. А, ну да, наши долетели, походу. О! Решили напасть. Сами проверим сейчас. Кто кого. Так, у нас тут исследование завершено. Или не завершено, что за бред. Все исследует. Не понял. Ну ладно. Или оно теперь само и следует. Ситуативный лог апдейтед. Разные вещи. Так, отлично. Ситуативный лог апдейтед. Короче, где мы, ближайший научный корабль. Ты исследуй, продолжай. А тебя мы немножко вернем. Изучи проект в системе. ПЛИЗ. Особые проекты. Обломки в системе. Обломки. В системе. Как называлась система? Эстрион. Вот. 1795 дней. Отслеживать. Так, ладно. Возвращаем флот на базу. И у нас улучшение кораблей доступно новое. Давайте-ка займемся. Да, энергии немножко не хватает. К сожалению. К сожалению. На такие улучшения. Плазменные двигатели. Ну хоть на такие. А на такие хватает. Отлично. Ладно, сохраняем. Хм. Интересно. Так, думаю, нужно щит поставить. Какой-нибудь хотя бы один. Смол. Медиум, медиум. Правда, нет. Не-не-не, не будем ничего ставить. Щиты энергии жрут. Так, подожди. Они лучше обороняют корабли или хуже, чем броня? Броня 6-0. 180. Воспновление щитов плюс 5-6. Не знаю, может, стоит. Давайте-ка вот сюда. Ладно, попробуем, посмотрим. Так, урон. Сейчас проверим. Боевая скорость. Маневры на щиты 135. Броня 18. А если вернуть все, как было? Броня 33. Но щитов нет. В два раза больше брони зато. Блин, я не запомнил, каким оружием они со мной дрались, когда защищали Куэлнодаров. Надо было запомнить, кем со мной дрались эти кроллы, на которых мы следующими нападем. Ладно, попробуем. Мощность. Мощность уже достаточно большая. Вот так. Отлично. Хм. Щитов добавили неплохо так. Они еще самовосстанавливаются, так что... Круто. Я же вроде улучшал. Или я что-то попутал. Так, я вот это улучшил. Текст, ребятки. Я на паузе все дело это... Так сказать... Настроил, потому что... Это было очень долго. Показывать на записи, что я там улучшал. Это было бы геморно. Ну, я тут улучшил станцию. Мобильную. Двух видов. Сделал. А также... Корабли поулучшал. По самым современным технологиям. Вот. Вы все видите. Вот. И сейчас будем улучшать... Улучшать наш флот. Как раз отправили его... Улучшаться. Мы успешно справились с переводом своих сообщений на их язык. И обратно. Теперь... Фотешил цивилизейшн может наладить с нами контакт. Круто. Колониальный корабль. Правда, я далековато его создал. Будет слишком долго лететь. Думаю, мы лучше вот здесь дозакажем еще один. Так, давайте-ка отменим. И это тоже... Коллективисты. Я уже забыл, кто я. Есть материалист и милитарист. Вот так вот. Дебри анализировано. Давайте-ка поселимся здесь. Сколько минералов, а? Так и хочется на этой планете... Планете именно минералы и добывать. Ладно. Так, один научный корабль стоит. Ничего не делает. Окей. Есть чего изучить? Где-нибудь. Не вижу пока. Как же подлагивать начинает, да? Ну, ком пока что тянет вроде как. Так, тут у нас кто-то селится. А, элвин-триумвираты атакуют этих ребят. Понятно. Только каким образом они это делают, я не совсем понимаю. Они еще на станцию высадили? А, не-не-не, они вот летают вокруг и убивают. Знаете что, тогда научный корабль прям сюда сразу и летит, и следует. До нас дошли сведения, что служба дальше. Ну, подфcią news, сутьаstroke нас всех старает. Помните, после rest of our successor tierra, am들이. А, что с помощью гопа и не только с ним есть такие ребята. Вот когда они мгновенно снова Essen. Есть девчань, а это еще несколько необычная scrum. Здесь нет никакого способа draping, есть такой шанс. Перед, а ты мнеsol. станции переработки полезных ископаемых за которые велись наблюдения в системе кашап уничтожена значительный запас сырья и обработанных минералов выбросила наружу и они выполнили выпали на планету 39 800 в местном поясе астероидов мы сорвали куш отлично изучи систему строительство говорит завершено строительство чего он а понятно а и Так, у меня так скоро глаза начнут болеть, если эти лаги продолжатся. Где опять Хостел Флитом? Кто это такие? Это мои корабли. Как они тут оказались, я не понял. Ну ладно, давайте смотреть. Видимо эти корабли под контролем моих союзников. О, отличный. Круто, что мои союзники начали мне помогать. Субтитры делал DimaTorzok Так, давайте колонизировать. Хм, а здесь еще живет кто-то. Ну ничего страшного. Хотя, им же хавчик понадобится. Эх, ладно. Устроим геноцид. Кто-то хотел геноцида получать. Сейчас поселимся и будем геноцидить. И второй колониальный корабль. Куда же мы тебя отправим? Может сюда? Да, сойдет. Сойдет нормальная планета, более-менее. Бывают планеты и получше, но и такая сойдет. Так, колонизируем, расширяемся. Дебри анализировано. Наши вассалы восстанавливаются потихонечку. Дождемся, когда у них будет неплохой флотик. Там, на 1002. И тогда атакуем кроллов. Я, кстати, здесь хотел отбахнуть колонию. Так, давайте еще один. И мы, кстати, очистили здесь поверхность. Давайте начнем застраивать. Такс. Такс. Блин, это самая нудная вещь в этой игре. Это именно вот микроменеджмент, микроконтроль. Строить это все. Почему нельзя отдать это все дело губернатору, чтобы он дозаказывал? Не знаю. Хотя он бы деньги тратил сам. Это понятно. Но улучшать здание хотя бы можно было бы сделать, чтобы была одна кнопка какая-нибудь. Улучшить все. Вот. Вот. И не тыркать на каждую ячейку. Отдельно. Блин. Блин. Ладно. Так. Где ты находишься? Понятно. Такс. 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 Обычай. Как pollаться? Такс. 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 birthplace. Все, я больше не буду, короче, улучшать все эти планеты вручную, пусть этим сектора занимаются. Конструкция complete. Расширяемся, расширяемся. Если в будущем мы как бы захватим всю галактику, уже победим в войне путем, не знаю, с помощью федерации или еще как-то. Кстати, давайте глянем. Доминирование в галактике, одержать победу, завладеть 40% всех планет, пригодных для заселения. 43 из 221 роботами, это сложно, наверное, делать, потому что я могу колонизировать любые планеты. То есть все планеты, на которых вообще можно селиться, они пригодны для жизни. Или полный захват галактики, победа, или победа федерации, вот. С помощью федерации мы можем выиграть, думаю. И после этого уже будем другие победы одерживать. С помощью федерации мы можем выиграть. так ладно тут тоже кто-то живет это будет наши такие аван пост в этом в этом месте отсюда будем вести наступление ладно друзья пока я буду развиваться я думаю ничего интересного особого пока не будет я пожалуй сделаю это все за кадром расширю империю и все такое и уже ближе к следующей войне мы запишем еще одну серию а пока думаю на этом хватит ставьте лайки подписывайтесь увидимся в сериях всем пока